Иисус жив. Слава Богу, Он сказал, живу я, и вы будете жить мною. Это наша цель, это наше искреннее желание. И пусть вас всех благословит Бог еще раз с наступающим вас праздником Рождества Христова. И пусть праздник придет в каждый дом и в каждое сердце во имя Иисуса. Мы искренне желаем служить благословением для вас и подарить всем вам праздник во имя Иисуса. Я буду сегодня говорить краткую проповедь, и в основном она будет направлена к детям. Хотя вы тоже что-то услышите для себя. Почему к детям? Потому что сегодня нет воскресной школы, а прогулом не должно быть. Поэтому прежде чем мы начнем проповедь, я хочу пригласить кое-кого сюда. Пожалуйста, Максим, приди сюда, сядь. Эрик Чеховский, если есть такой Эрик. Ну и Тима. Тима, пожалуйста, проходи, садись здесь рядом. И вообще, кто в зале, если есть дети, если вы хотите, вы можете здесь сесть вот так, просто и слушать. Будьте как дома. Слава Иисусу! Вот здесь для вас есть место. Сегодня Рождество – это праздник, в первую очередь, детей. А потом и всех нас. Я хочу объяснить одну притчу, если вы любите притчу. Кто-нибудь из вас любит притчу? А вообще, Максим, ты вообще знаешь, кто-нибудь вообще писал притчу? В Библии кто-нибудь писал притчу? Не знаю. А кто знает, вообще в Библии кто-нибудь писал притчу? Писал или нет? Кто знает? Да, кто писал? Скажи, кто? Сразу приз. Ну, кто написал притчу в Библии? Кто? Ну, в общем, они просто стесняются. Вы поняли, что они знают, но не стесняются. Но мы люди взрослые, и я хочу вам сказать, что я лично очень люблю читать притчи, в том числе притчи Соломона, потому что люди вообще любят притчи. Запомните, почему? За краткость, за понятность, за глубину мысли. Если вы читали притчи или будете читать, то они просто направляют человека, поучают и совершенно не напрягают. Вообще, вы можете проверить, но Христос сказал 39 или 40 притч. Вы можете посчитать точно. Но вообще у меня есть желание на сердце в Новом году сказать на все притчи проповеди. А это 40 проповедей. Но это будет потом. А сегодня я хочу сказать небольшую притчу о карандаше. Значит, как стать лучшим карандашом? Проходите, быстренько проходите. Видите, аудитория наша растет. Значит, чтобы вы, как христиане, просто не смущались... Послушайте меня внимательно. Деточки, садитесь побыстрее. Чтобы вы не смущались, я буду говорить не только, как стать лучшим карандашом, а как стать послушным ребенком и как стать христианином, отображающим образ Христа. Как уподобиться Христу. Поэтому, хотя это будет притча, но я надеюсь, что вы что-то важное для себя услышите, в том числе наши благословенные дети. Ух, какая команда! Это здорово! Итак, детки, у нас тема сегодня, как стать лучшим карандашом. Вы видите, я держу здесь вот карандашики. И как стать хорошим карандашом? Послушайте внимательно. Первое, что вы должны услышать, вы сможете, и вы тоже, вы сможете сделать много великих дел, если вас будет, если вы позволите другому держать тебя в своей руке. Вот, например, положите ваши карандаши на пол. Скажите, пожалуйста, этот карандаш может что-нибудь сделать? А если вы возьмете в руку, сможет? Еще раз. Ты сможешь сделать много великих дел лишь в том случае, если позволишь другому держать тебя в своей руке. Если позволишь Богу держать тебя в своей руке. Смотрите, теперь для всех, не только для детей. Я из лозавы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Друзья мои, послушайте, если бы христиане поняли только вот этот стих, христианство было бы совершенно другим. Вот этот карандаш, если ее не держать в руке, а просто положить, он так и погибнет, и умрет. Он не принесет никакой пользы, пока кто-нибудь не возьмет его в свои надежные руки. Так точно наша жизнь и наше христианство, ибо без меня не можете делать. Что это значит? На работу выходить сможете. Но принести плод для Царства Божьего никто, никто никогда не сможет, если не будет на лозе. Если веточку отломать от дерева, никакого плода она не принесет. Так или нет? Только пока она держится лозы, ствола, она способна и радовать нас, и плодоносить. А представьте себе, вот это все плоды. Это благословение. И дети рождаются, как результат согласия двоих. И только мы, объединившись с Иисусом, можем принести обильный плод для Царства Небесного и послужить благословением для окружающих. Это больше, чем просто что-то спеть. Это быть тем, кем ты должен быть. Быть таким человеком, чтобы жизнь Божья протекала в тебе. Чтобы Бог проставлялся через тебя. Не только в церкви, но и дома, и на работе везде. Я еще раз повторяю, ибо без меня не можете делать ничего. Как прекрасно, когда ты чувствуешь, что кто-то тебя взял в свои руки, в надежные руки, и направляет, и использует, и благословляет. Разве это не чудесно? Павел говорит, все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе. И только если вы позволите другим людям иметь доступ к вашим дарам и талантам, вы раскроетесь и послужите благословением для многих. кто держит тебя в своих руках? Вот в чем секрет успеха. Вот как можно стать хорошим христианином. Не на словах, а на деле. Вот как можно стать хорошим карандашом. Вот как можно стать послушным ребенком. Следующая, следующая моя мысль. Время от времени ты будешь переживать болезненное обтачивание. Сейчас, дети, посмотрите, что... Ой! 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 Эрик, как думаешь, этим карандашом можно что-нибудь нарисовать? Нет. А почему? Потому что он не поточен. Ну я же ее точил. Потому что он не поточен так, как надо. Ух ты! Вот это да! Ну я же точил! Тим, а ты думаешь, можно им что-то нарисовать? Можно? О, как жалко, как жалко! Вай-вай-вай! Надо еще? Но жалко карандашика. Что делать? Что делать? Еще подожди. А ну иди сюда, попробуй. Может, у тебя получится что-то у меня... А ну попробуй, я... А ну-ка, уже можно рисовать? Нет, так... Что надо делать? Уже можно? А как ты думаешь, ему было больно? Оставайся здесь. Оставайся здесь. Оставайся здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тебя папа или мама иногда наказывают, нет? Да. Нет вообще? Вот это да, послушные ребята. А вас кого-нибудь наказывают? Да. Если наказывают... Слушайте, если они наказывают вас, послушайте, значит, они вас точат, как бы, да? Ну точат. Просто, чтобы вы были лучше. Правда? А скажите, вот, ну, например... Ты не боишься, нет? Стоять вот рядом, нет? Ну, стой. Вот представьте себе, вот, представьте себе, вот, смотрите, вы послушные дети, так? Вот вы... Мама попросила папа что-то сделать, вы сделали. Попросила что-то не делать, вы не делаете. И так целый день. А к вечеру вам уже надоело слушать, и вы не послушали один разок. Это все равно, что вас не доточили. Вы поняли? Целый день вы слушали, а потом один раз не послушали, и что можно сделать с этим гордышем? Ничего. Значит, если слушаться, то надо до конца. Так или нет? Но молодцы. 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 Вы видите, какие у нас хорошие дети. А для взрослых я скажу, то, что я уже отчасти говорил, что написано железо, железо острит. Мы не можем совершенствоваться друг без друга. Вот почему нас периодически обтачивают. Детей обтачивают родители, а мы обтачиваемся друг другом. И если, например, тебя попытался кто-то подточить, жена или муж или сосед, а ты выскочил как перепуганный, то будет вот это, вот это. И некоторых Бог точит, точит, но, к сожалению, использовать никак не может. потому что каждый раз человек убегает или просто не слушает. Но еще раз повторяю, Бог будет продолжать работать над вами до тех пор, пока мы не изменимся в его образ и подобие. Я хочу вам сказать, что это болезненный процесс. Научить детей послушанию нелегко, но, послушайте, родители, если вы их не научите, то их жизнь будет учить. Но запомните, это самая дорогая школа в мире. Вообще бесплатных школ не бывает, и если вы их не научите, жизнь будет учить, а это потеря здоровья, денег, страдания и боли. Вот почему, если вы хотите, чтобы в жизни у вас получилось, надо слушаться папы и мамы. Вы согласны? А иначе потом жизнь будет вас учить, и вам будет очень нелегко и трудно. Но здесь у меня собрались в основном послушные детки. Еще вы видите здесь один стих, что плавильня для серебра, горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Что это значит? Послушайте, мы изменяемся, шлифуемся, общаясь друг с другом, но Бог еще иногда плавит нас, во-первых, чтобы выплавить примеси, аминь, а во-вторых, чтобы объединить, чтобы было твердо. И когда нас плавят, подогревают, не дают то, что хочу, не разрешают идти туда, куда я хочу, когда нас наказывают или бьют, нам это не нравится, правда? Но это плавка, Бог хочет поменять нас. Вы меня слышите? Поэтому, друзья мои, пожалуйста, вы периодически будете испытывать болезненное обтачивание, вас еще обтачивают, ну, признайтесь, один сказал, что обтачивает. Каждый день. Вам это нравится? Это просто жизненно необходимо. Чем быстрее заточат, тем быстрее тебя оставят в покое. А иначе покой будет только снится. Поэтому, Бог работает над нами и вы разрешите Богу действовать в вашей жизни. Это нам необходимо, чтобы мы все стали и сильнее, и лучше. Поэтому обтачивание. Запомните, еще ни один человек не родился, который бы не страдал в жизни. Такого человека не было. то есть свободным от страданий еще никто не родился. Славик сегодня утром рассказал, что ее родственница рожала ребенка сутки, не могла родить, и говорит мужу, пошли уже домой, надоело. Рожала. Правда бывает такое. Потом как-то там уже сделали Кесарева, короче, все получилось, родила. Но она за сутки так настрадалась, что она бы пошла даже неизвестно куда и зачем. Ну просто все надоело. Так вот послушайте, человек когда рождается, он плачет. и врачи определяют живой, а когда умирает, стонет. И свободным от страданий еще никто не рождался. Суть в том, как ты проходишь через них. Что ты выносишь оттуда? Ты становишься сильнее? Ты вырастаешь? Или наоборот ломаешься и все надо начинать сначала? Я еще хочу вам сказать, что Бог будет обтачивать вас. Только имея вот это острие, вы можете достигать цели. Вы можете проникать в сердца других и с Божьей помощью делать Божью работу. А если вы не обточены, то и вам плохо, и всем, кто возле вас плохо. Но Божья работа над нами продолжается. Следующее, как стать хорошим карандашом. Ты будешь иметь возможность исправлять свои ошибки. А ну пожалуйста, подойдите вот эти трое ко мне. Вот здесь что-то нарисовано такое, ну видите, плохо, что-то такие какие-то. Вы можете это исправить, а нарисовать что-то хорошее? Пожалуйста, сделайте. Попробуйте, как это плохое убрать, Эрик, ну придумай что-нибудь. Ну стереть попробуй и нарисуй что-то хорошее. А ну обратите внимание, вы помогаете, помогай. Хорошо. Слушай, ну давай ты скажи, вот что надо сделать, вот если ты, например, не послушала папу, что надо сделать? Как думаешь? Послушаться. Что еще можно сделать, вот если не послушал папу или маму, ну? Ну попросить помогить, если можно еще помогать что-то. Хорошо. Но если вы не послушали были целый день, и вот папа уже пришел, чтобы наказать вас, что вы можете сделать, что вас может спасти? Кто знает? Что? Прощение. Попросить прощение. А было у вас такое в жизни, что папа уже пришел уже бить вас, наказывать, вы попросили прощения, и он не наказал. Было такое? Не было? Папы, вы меня слышите? Ну хоть кого-нибудь было такое, девчонки, что вас хотела мама наказать, а вы попросили прощения, и все стало нормально. Было такое? Было? У тебя было, да? Ну, наверное, у тебя добрая мама. Я, когда вот был маленьким, слышите меня, и когда я что-то не послушал родителей, отец говорит, вечером рассчитаемся. Ну и уже я знал, что это как закон, вечером ремня он берет, и когда он пытается меня наказать, я был такой, я кричал, спасите, простите, больше не буду. Ну и он так чуть-чуть наказывал, и вот ладно, ладно, больше не буду, прощаю. А мой брат был у меня такой, так он просто тоже, когда знал, что я наказываю, он брал такую жилетку теплую такую и становился на колени вот так укрывался и бейте. Ее бьют, а он молча, как стена. Я рассказал просто вам два примера. Такого человека, ребенка, исправить очень трудно, но если человек кричит, просит прощения, то это нормально, наказывать такое жалко. Вы слышите, дети? Поэтому если вы не послушали папу или маму, не ждите, когда они накажут, бегите, говорю, папа, прости, опережайте, бегите. Они еще и только думают вас наказать, а вы прибежали, мамочка, прости меня, и она все. Ну вы исправили, хоть покажите. Да ты что, ничего нету. Ну нарисуйте что-нибудь хорошее, а то, что вы плохое убрали, а я вам христианам скажу, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истинно этим нас, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. хорошо, уже хватит точить, рисуйте, рисуйте, им больше все понравилось точилка, поэтому друзья мои, вот эти карандашики, послушайте, детки, смотрите, посмотрите на этот карандаш, вот здесь вот эта штучка не случайна, вы слышите меня, вот благодаря вот этой штучке можно исправить, если ты что-то написал и нарисовал плохо, правда или нет? Поэтому дети, если вы сделали что-нибудь плохо дома, разбери тарелку, например, намусорили, что надо делать, кто скажет? Что? Убрать. Убрать, молодец, что еще можно сделать? Помогать. Помогать, что еще? спросить маме и папе прощения. Молодцы. Можно помогать, можно убирать и можно и прощения попросить. Дети, запомните, что есть дети, которые не просят прощения, им гордость не позволяет, они такие гордые, но это не стыдно извиниться, вы поняли меня? поэтому просите прощения первыми. Хорошо, мы идем дальше. Твоя наиболее важная часть будет всегда внутри тебя. Дети, смотрите на меня, внимательно смотрите. Пожалуйста, смотрите сюда. Тима, этим карандашом можно что-то нарисовать? Нет. Почему? Я ее поломала. А что делать? Опять это че, жалко? Значит, смотрите, вот этой штучки, если нету сердцевины внутри, то ничего сделать нельзя, правда или нет? Вот это да. Самая важная часть карандаша внутри его. А у нас, у человека, что самое важное в жизни? Что? Кто знает, дети? Что? Телефон. Слушайте, взрослые, слушайте. А что, а кто еще знает, что в нашей жизни самое важное? Что? Бог. Что еще? Иисус. А ну, мама, папа. Спасибо. Сзади кто еще? Сердце. Сердце. Ой, моя красавица. Слышишь, а ну скажи мне, вот смотри, если, допустим, девушка или мальчик вот не слушают папу и маму, так, то это они непослушные или у них сердце нечистое? Как ты думаешь? Непослушные. А как у них сердце? Нечистое. Нечистое. То есть, это как бы сказать, ой, вот как сломанный карандаш, да? Сердце нечистое, и тогда ничего человек хорошего сделать не может. Правда? Такое бывает. Поэтому в Библии написано, больше всего хранимого, что там написано? Храни свое сердце. Поэтому, послушайте, без внутреннего преображения, пробуждения никакое невозможно. Давайте, ладно, еще спрошу. Ребята, вас трое. У вас кого-нибудь деньги есть, доллары? Есть? Ну, покажи. Дома осталось у тебя. Есть деньги? Да? Покажи. Нет. А у тебя? А ну, разверни. Покажи. Десять долларов. Послушайте, теперь, вот вы трое после собрания пошли в магазин. Вы сможете что-нибудь купить? У вас денег нет. Вы сможете что-то купить? А он сможет, да? А он сможет. Послушайте, если вы идете в магазин, вы можете тратить только то, что у вас есть в кошельке. а если вы идете в церковь, вы можете выдать только то, что у вас в сердце. А если здесь это не проявится, то проявится дома. И я говорю вам, люди, послушайте, которые заставляют вас расстраиваться, говорить оскорбительное, обижаться, они здесь не при чем. то есть эти люди, которые будут поступать или обращаться к тебе плохо, были и будут. Но твоя реакция, твое поведение зависит от того, какое состояние твоего сердца. Уважаемые, никогда не бойтесь отрицательных эмоций, если они вас посетили. Бойтесь, чтобы они не проникли в ваше сердце, чтобы они стали вашим характером и вашей жизнью. Среди вас есть сломанные карандаши? Получается, смотрите, сломать человека легко, а потом снова обтачивать будут. В конце концов, разве тебе себя не жалко? Разве тебе уже это не надоело? держись Иисуса искренним сердцем и не ломайся, иначе работа Божья над тобой будет продолжаться. Нас будут затачивать. Идем последний пункт, извиняюсь, как стать хорошим карандашом? На какой бы поверхности тобой ни писали, ты должен оставлять хороший след. То есть, как бы люди к тебе не обращались, ты должен быть тем, кем ты должен быть. И я вас просто вдохновляю так жить. Вот посмотрите, детки, у меня картинка. Вам эта картинка нравится? Да. А ну посмотрите. Нет. Они мне сказали нет. Это тоже рисовал какой-то карандашик, но лица какие-то получились расстроенные, неудачные. и так в жизни бывает. Просто художники таких лиц не рисуют. Это исключение. Когда идет камера по залу, таких лиц не снимают. Ищут или плачущих, или улыбающихся, чтобы другим было интересно. Аллилуйя. А вот детки, а как вот это? Понравятся эти лица? А ну а как вам? молодцы. Вы представьте себе. Родители, вы поняли, какие дети нравятся? Что детям нравится? Нравится, когда они улыбаются, когда они сияют от счастья. Вы слышите меня? Так вот, на какой бы поверхности ни писали, ты должен оставлять хороший след. Вот например, если вам показалось, слушайте, все, если вам попалась такая картинка, что вы можете сделать, чтобы ситуацию исправить? Как эту картинку исправить? Скажи, как? Можно стереть, а потом можно перерисовать. Перерисовать. Хорошо. Значит, вот это надо стереть, а потом а вот это оставить. Как бы люди к тебе не обращались, как бы люди не вели себя по отношению к тебе. Ты должен оставить хороший след. В этом призвание твое и мое. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства послужили к большему успеху благовествования. Мы должны быть тем, кем мы должны быть. В этом наше призвание. Я рассказывал мне большую притчу о карандаше. надеюсь, вы ее помнили и запомнили. Карандаш, который не используют, он никому не нужен. Только находясь в надежных руках, он может рисовать прекрасные пейзажи. Человек или карандаш, который не заточили, он никакой пользы не принесет людям. Хотя он уже есть. Он уже в вашем доме. Он лично твой. Но без обтачивания ничего не будет. Вы уже Христовы. Вы уже дети Божьи. Но без обтачивания не будет закончена Божья работа. И запомните, самое ценное это твое сердце. Что происходит у тебя внутри? Буря или тишина? Что происходит в твоем сердце? И вот избытка сердца говорят уста. Ну и последнее. Карандаш можно использовать по-разному. Можно писать карикатуры, безобразные вещи рисовать, а можно приятные и хорошие. Поэтому в каждом у нас есть возможность Бога прославить. А как мы это сделаем зависит от нас. Я желаю вам благословения. Я желаю, чтобы все у вас получилось. И по отношению вас, и по отношению детей. Детки, я вам безмерно благодарен за то, что вы меня сегодня слушали. Карандашей у меня на всех не хватит. Но вы можете взять себе по карандашу. А ну покажите, что вы нарисовали. Тима, что надо сделать с этим карандашом? Точи, а ну давай. Вот смотрите, что они нарисовали. Это только начало. и мы в своей жизни постоянно что-то рисуем. Поэтому пусть вас всех обильно-обильно благословит Бог. Я просто вас вдохновляю, послушайте меня, преподавать уроки вашим детям, учиться самому и учить детей. Лучше, как вы можете это сделать, это заинтересовать человека. Еще раз, заинтересовать человека, и он не оторвется от вашей школы, от вашего урока. Поэтому стремитесь к этому и будьте благословенны, и молодежь, и детки. Получилось, Тима? А как ты думаешь, ему больно было? Ну, значит, вывод делаем. Когда папа или мама наказывает, это хорошо или плохо? Плохо. Собрание разделилось. Но если наказывает, это обтачивает. Вы поняли меня? Чтобы ты стал лучше, то это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо. Когда вернетесь домой сегодня, не забудьте наказать ваших деток. А мое призвание благословить. Раздайте им всем конфеты. Благослови всех вас Бог. Аминь. Аминь. . Спасибо за субтитры Алексею